Приветствую всех любителей и не любителей игры War Thunder. Обнова не за горами, как раз для тех, кто проспал в свежей прям как с печи деф-сервер, я приготовил самые крутые фишки и новости будущего патча, которые заставят поставить тебя под этим видео лайк. Короче, как всегда, кратко, ясно и по делу. Приятного просмотра. Первое, что вас встретят в новом патче, это новый анимированный ангар. Улитки постарались максимально его оживить, теперь твоя техника перед боем расположена на настоящей военной базе. Вокруг обслуживающий персонал, всевозможные декорации, техника, которая, кстати, сейчас у тебя в слотах, а не какая-то рандомная. Ну и премтанк, чтобы ты случайно не забыл его купить. А еще на фоне проезжает всякая техника. Это прикольно, так что молодцы. Отдел по переносу кнопок тоже не спал. Есть некие изменения и по интерфейсу, но в это вникать я не вижу какого-то смысла. Графика подверглась серьезным изменениям. Улитка обновила свой Dagger Engine до шестой версии. Сразу бросается в глаза улучшенная отрисовка объектов на дистанции, как на земле, так и в воздухе, что делает картинку в целом четче и сочнее. С высоты объемность ландшафта ощущается, кстати, куда лучше. Переработан свет и как он ложится на технику. Появились и новые источники света, например, от летящего бтура или горящей техники. Огонь крутой, прям как в тизере, особенно когда что-то горит в небе. А огненная дорожка от только что разбившегося самолета вообще нечто. Как и новые эффекты попадания пушек по фюзеляжу и, в принципе, эффекты самой стрельбы. Взрывы и дымы, они тоже крутые, смачные и хорошо проработаны. И, конечно же, небо. Улитки создали чуть ли не симуляцию атмосферы и всякое такое. Выглядит не четко, куда лучше предыдущего варианта, но если присмотреться, то тучки все же мыльные. Трупики танков больше пропадать не будут и уже создают пробки для ботов. Как с этим будут дела обстоять в рандоме, увидим только в реальных боях, когда обнова уже выйдет на основу. Но я вангую лютые засорения перед точками. Обновили улитки и отметины после попаданий снарядов по броне танка. Даже вон рикошет теперь можно увидеть на броне. На море теперь новые кораблики, управляемые ботами. Добавили что-то посовременнее. И в этот список вошли новые авианосцы для топовых палубников. Они лучше проработаны, живее, ну и даже есть качка на волнах. Для иностранцев улитка приготовила ловушку на донатера. Эд Харьер. Да-да, тот самый, что с вертикальным взлетом самолетик из ГТА. Механика у него очень крутая. И если правильно настроить кнопки, которые по дефолту, по традиции улитки настроены неправильно, то я думаю точки на танковых картах можно будет на нем позахватывать. А вот по подвесам беда. Боевой рейтинг 9.7, а тут только бомбы без баллистического прицела, да еще и нары. Благо есть срамы против летки, но я не уверен, что этого прям вот хватит. Хотя Харьер, конечно же, уникальный самолет, тут не поспорить. В этом обновлении выйдет, кстати, Як-38, уже советский палубник с вертикальным взлетом, но на этом дэве его пока что нам не показали. Но зато я полетал на МиГ-21БИС. Ракета Р-13М не представляет какого-то интереса, Р-60 лучше, а сам самолет, к сожалению, не снабдили ЛТЦшками. Но 6 ракет Р-60, это все же 6, а не 4, так что, ну, более-менее норм. Японцам дали F1 на 10.3, плюс новая АИМ-9Р, но что-то они меня пока не впечатляют, возможно, просто их неправильно еще настроили, все же, деф-сервер. Американцы обзаведутся страйкером с боевым рейтингом 9.0. Внешний вид у него прям как с подиума. Красивый зараза. Да и ВРБ должен показать себя с хорошей стороны в плане геймплея, ну, конечно же, с засадного, потому что он медленный. Тиф-лак у него, кстати, есть, приятная наводка, ну и лом в 522 мм пробоя. А вот в аркаде из-за хеллбрейка, скорее всего, это будет пасос. Немцам на 9.0 кинули Леопарда А5. По сути, это копия А1 на 1, только с ДМ-33 и Теплоком. Танк хороший, да, но зачем плодить копии? Тут же вопрос и к новому Тип-74. Хотя его вот хотя бы оправдывается отсутствием там сетапу и эпошек. Во флоте изменения глобальные. Улитка, осознав свои ошибки с маленькими картами, делит флот на большой и малый. Кто хочет динамики на лодках, идет в одну сторону, а кому по душе что-то побольше и неповоротливее, сразу же это берет и качает. На мой взгляд, это грамотный ход, но вот так же самое и чуть-чуть бы раньше. Долгожданные первые линкоры уже на деф-сервере. Огромные, бронированные, с большими пушками, но без ПВО и скорости. Французам на 10.7 расширяют сетап, им дали еще один Леклерк, который ничем особо-то и не отличается от предыдущего, но танк хороший. Немцам дают Леопард 2.6 с самым пробивным снарядом на данный момент в игре, ДМ-53, но все еще с рандомным уроном. Повышение урона ломам явно не стоит ожидать в этом патче уж точно. Немецкий панцирь доверия мне не внушает, хотя и выглядит он конечно же круто. Огромная такая махина, еле-еле едет, автопушек нет, да и они ему не особо-то помогут. Похоже в игру его добавили чисто ради внешнего вида и чтобы мы блохеры что-то на заставочек себе ставили. Китайцев конечно как всегда обделяют топами, но не обделили новинкой. ПТЗ-89, адакий объект 120, но на стероидах. У него стабилизатор, крутая пушка и перезарядка 5 секунд. Не имба, но прикольная штука, чтобы держать направление или же снайперить. Шведам дополнительный СТРВ для сетапа подвезли, но снаряды там все те же, ДМ-33. Случился прикол, Маусу КБ Вячеслава Буланикова вводит новые каморные подкалиберные снаряды, лол. Пахнет конечно свидетельствами очевидцев, но по факту это немного повысит эффективность мыши ИЕ-100. У этого снаряда чуть лучше баллистика и пробои за 300 мм. Вот так Мауса и апнули. Улитки. Пожалуйста, сделайте моим британским друзьям вот такие же подкалиберные каморные снаряды. Спасибо. Видел я и новую городскую современную карту, но к сожалению не успел ее снять. Видимо там тестеры ее смотрели, глядели и на ошибки проверяли. Но ничего, думаю скоро мы все ее увидим и о ней узнаем. Сглаживание DLSS на этом дэве не включили или что-то пошло не так, потестить его тоже не получилось. Но в настройках это уже есть и как патч выйдет, то сразу же все обладатели RTX смогут оценить в теории топовое сглаживание, которое еще и FPS поднимает. Не дали на этом дэве и Т-90. Видимо не хотят распугать западную аудиторию мощью оружия России в War Thunder. А то испугаются бедненькие и перестанут качать еще Леопарда А6. А нам такое конечно же не нужно. Кстати Т-72АБ на 9.7 без топовых снарядов и с пробивающимся даже танками 9.0 корпусом. Этот танк намекает на то, что боевой рейтинг нужно как бы снижать до 9.3, а то совсем уж будет не весело. В целом обнова на мой взгляд выглядит неплохо. Как никогда много разных игровых изменений, а не чисто очередной контентный патч. Но и без контента конечно же не обошлось. Лично мне больше всего зашла авиационная сторона обновы. Небо, новые эффекты огня, разлетающиеся на кусочки самолеты и взрывы выглядят очень эффектно. Ну и конечно же хотелось бы заценить новое сглаживание, надеюсь оно убьет проклятое мыльцо. Короче, ждем. На этом у меня все, спасибо вам за просмотр, приходите еще, будет интересно. Всем удачи и пока-пока.